Эпизод 34. Розалинда. 29 декабря. Сан-Тропе. Мы оставили машину на стоянке и направились в сторону порта, где стояла на якоре яхта Месье Муро. Вообще-то порт – это громко сказано. По мне так это была небольшая гавань, где, поблёскивая полированными боками, толпились разных мастей и размеров яхты. Скорее всего, портом её окрестили местные жители Сан-Тропе – небольшой рыбацкой деревушки, которая до середины 50-х годов прошлого столетия никого, кроме художников и писателей, искавших вдохновение на Лазурном берегу, не интересовала. Следуя за Месье Муро по мосткам, разделяющим ряды лодок, моторок и яхт, я пытался представить, какая у него может быть яхта. Если судить по авто, то, наверное, стилизованная под бригантину времён Робинзона Круза. «Ну вот, мы и пришли», – остановившись, произнёс он. Моему взору предстало совершенное произведение современного кораблестроения – белоснежная яхта «Принцесс Ви-72», на борту которой огромными буквами было выведено имя Розалинда. От неожиданности я потерял дар речи. «Месье Муро, хорошего вам денька», – послышалось хрипловатое приветствие. «И вам того же месье Гаспар», – повернувшись, обратился к загорелому мужчине в ветровке месье Муро. «Что, пришли проведать свою красавицу?» «Да, решил устроить небольшую экскурсию своему молодому другу», – ответил месье Муро, представляя меня Гаспару. Мы обменялись рукопожатием. «Ясненько. А меня вот вызвали подготовить вон ту яхту к приезду хозяина. Он на небольшую вечеринку на Новый год задумал устроить. Указывая на пришвартованную напротив Розалинда огромную чёрную яхту, стал объяснять он нам». В руке у него громко зазвонил мобильник. Бросив взгляд на дисплей, Гаспар быстро кивнул нам и, приложив мобильник к уху, сбежал по трапу. Месье Муро положил мне руку на плечо и, улыбнувшись, подтолкнул к Розалинде.